Сегодня рассматриваем технику обезоруживания. То есть до совершенства, с моей точки зрения, техника обезоруживания была доведена в школе Анжела в 19 веке в Англии. То есть причина этого вполне понятна, потому что в Англии в это время были очень жесткие законы против дуэлей. И была разработана техника боя, где обезоруживание противника являлось признаком безусловной победы. То есть для того, чтобы одержать победу, ранить или убивать противника было совершенно необязательно. Мы сейчас покажем то, как это делалось на рапирах, поскольку, еще раз говорю, это самая отточенная и самая, ну скажем так, сложная техника обезоруживания. Ну а потом перейдем и рассмотрим, как это же делалось на других видах оружия. Вот мы стоим, да? Еще раз. Чувствуешь, да? То есть вот движение идет. Сейчас И. Без замаха, вот щелчок здесь. Понимаешь? У тебя клинок вылетает вверх, да? Смотри, И. И. Так. Да? Кувок. И добиться того, чтобы вот эта фигня прилетела сюда. Укол, да? И. Во. Еще разок. И. Во. Смотри сюда. Значит, то есть, самые простые ходы, да? Вот. Вот в меня пошел клинок, да? И я вместо того, чтобы брать защиту, еще разочек укол, да? И делаю вот это вот вот дивное движение, да? Еще разочек, да? То есть не заваливаю в эту сторону, а строго вот под острым углом еще разочек поехали. И. Вот оно. Да? Дальше. Соответственно, чуть забираем, если сюда, да? Вот чуть забираем сюда, то все равно потом движение идет, забрали и ушло в ту сторону. Поехали, укол, да? Дальше. И. Взяли. Еще разочек. И. Взяли. Еще разочек. И. И. Так, теперь давай, поехали. Вот это вот взял. Нет. Разница в чем? Смотри. Я щелкну, видишь, да? И теперь вот в этом положении идет щелчок, да? То есть, извини, не. Вот это вот, да? Когда еще разок укол пошел. И. Да? Да. Разные вещи чуть-чуть. Доехали. И. Вот так вот хорошо. И. Щелчок, щелчок, щелчок. Так, еще разочек, да? Вот. Пошло в меня. Оп. Еще разочек. Несно, да? Вот. Так. А теперь именно на обезоруживание. То есть, и раз, да? Теперь я что делаю правильно? Больше вот в эту часть, да? И стряхиваю, вот чтобы оно согнулось, да? И чтобы оно вот в этой части сделало вот такой вот батманчик. Еще разочек. И. Вот, дальше. Продолжаем. И. У нас пошло движение раз. Да? Еще разочек. И. Все просто. Так. Возвращаемся обратно. А теперь ты работаешь вот этот вот, вот защита и щелчок, то есть с разрывом контакта. И. Вот чувствуешь разницу, да? Я чувствую, что он не совсем подойдет. И. Еще раз. И. Раз. Поехали. То есть. И. Раз. Два. Вот движись. Раз. Два. Раз. Два. Ага. Побуем. И. Почти. На такое ощущение все равно, что ты широковато делаешь, нет? И. Во. И. Хорошо. Так. Вот. Ага. То есть, это понятно, да? Если рука достаточно пластична, чтобы клинок не вылетел, то его как минимум отшвыривает. Поехали дальше. Ага. Это действие в учебном варианте выполняется на раз, два. Да. То есть, еще раз, в учебном, то раз идет, и два туда. В прикладном, после раз, оппонент начинает какое-то еще действие, и на два времени не остается. Поэтому, после освоения действия на раз-два, начинается это действие просто на два. И. Ай. Поехали дальше. Дальше. У нас что идет? Дальше у нас идет замечательная совершенно вещь. То есть, мы разобрали. Вот, просто щелчок сверху, да? Просто чуть-чуть вот сюда, вот-вот, да? Вот это вот. Еще разочек. Вот это вот. Да? В данной ситуации, да, еще разочек, важно добиться чего? То есть, если в первом случае, да, Саша, если в первом случае был просто удар, щелчок вот сюда, вот-вот, да, то, сейчас у нас получается что? Мы как будто вот... На его руку надо сделать. Чтобы были видны клинки. Мы как будто срезаем вот так вот, вот-вот, как будто с... Так самое, как называется, воздействуем давлением, как бы срезая стружку с клинка, да, вот. Но при этом, так сказать, рука идет, как будто здесь вот плоскость, да, какой-то упругий достаточно материал, в котором мы вырезаем вот такую вот-вот полукруглую, как будто так сказать, этот самый, пытаемся отрезать вот такой полукруглый кусочек, да? Еще разочек, да, вот оно же, оп, да? То есть, вот я пошел, и вот рука пошла вот-вот так вот. Вот я вырезаю, вот отсюда кусочек, срезаю, оп. Пробуем, я колю. И. Саш, у тебя вот вылезает все время замах. Еще разочек, смотри, вот в меня пошел свой укол, вот же движение. То есть, кисть не ходит. И. Вот, почти. Вот, хорошо. И. Уп. значит теперь кроме вот этой вот вот смешной штучки что нам обязательно надо сделать вот она в меня пошло мы чуть продолжили ту же самую фигню и розочек вот она пошла то есть если мы это делаем медленно получается что раз не будет из этого положения мы делаем тени толкаете палец вот этот большой идет вперед на эти круга пальцы как бы так тащат назад сейчас сделаем и то есть пошел в меня укол и раз и вот это вот еще разочек и затем я подаюсь корпусом вперед затем я подаюсь корпуса вперед спрашиваю совершенно справедливо то есть фокус следующем если я делаю вот это вот вот движение да и если я не двигаюсь вперед а просто колю да то либо идет ты уходишь либо ты как бы так сказать начинаешь обрабатывать руками да именно поэтому мы что делаем правильно я пошел сделал вот так вот вот и ушел вперед для того чтобы подстраховаться от возможных неприятностей которые оппонент может устроить не своими руками вот так значит дальше идет так сказать колющее действие вот чуть-чуть пониже да вот и вот тут вот у нас начинаются особые мерзости пошел укол да то есть движение рукой идет отсюда вот возьми пожалуйста клиночек то есть по тому же самому принципу когда мы до взяли линочек и мягонько спокойненько да мы берем и делаем под острым углом вот такой толчок да вот то есть фокус состоит именно в том чтобы вокруг центра тяжести придать вращательное движение это во-первых а во-вторых да вот на момент воздействия задать вот вибрацию вибрацию вот такую вот и когда у нас вот это вот вибрационная нагрузочка на пальчике сочетается вот с этим вот-вот разворотом да вот здесь вот-вот и калетка начинает из пальчиков как пытаться вылезти да вот но так же как у нас да есть вот это вот вот движение видно что происходит в эту сторону да у нас есть да когда идет соединение внешние да значит воздействие суда видно что происходит да но аналогичным образом мы делаем что меня пошел колющий год я могу отбить воздействовать под острым углом в этом направлении я могу воздействовать под острым углом вот в этом направлении то есть еще разок а да на себя да вот и в соответствии с этим как бы так сказать дорабатываем это на чем в меня пошел укол вот оно пошло воздействие отсюда еще разочек и дальше тут вот рука может поработать как бы так сказать на еще разочек вот и аналогичное мы действие сверху уходя вот в эту сторону да с возможностью еще разочек да и вот мы пришли суда так возвращаемся как теперь попробуй сделать то же самое ну вот то же самое что сейчас да 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 и вот оно да замечает когда у нас речь заходит об обработке клинка клинком то есть именно о работе клинок в клинок вот мы используем вот так сказать получается сколько 3 до варианта воздействия ну что у нас получается пункт 1 воздействие как бы либо прямо либо обратно под острым углом да вот значит создание этих самых вибрационных нагрузок да вот придание клинку вращение вокруг центра тяжести да и приведение клинка такое положение когда как бы так сказать ну чисто анатомически да вот он в руке уже не удерживаются до варианты воздействия с помощью которого происходит обезоруживание это прежде всего пронация или супинация до предела в одну сторону клинок выкручивается из руки либо в другую сторону второе это вибрационные воздействия когда эту вибрация передается в руку в кисть и даже в локоть в результате хват ослабляется и клинок выпадает третье это вращение вокруг центра тяжести клинка когда он крутится не в кисти а вокруг центра тяжести и выходит из руки и четвертое это когда клинок также выкручивается выкручивается из руки но не поперёк ладони а выходит из пальцев в одну сторону либо в другую сторону ну теперь проиллюстрируем каждый из этих моментов отдельно движение номер один да то есть вот специально берем клиночек мягенько аккуратненько да и делаем под острым углом воздействия в эту сторону для того чтобы вот в эту сторону привести вот в эту сторону привести клинок вот так сказать вот к этому развороту и так поехали и еще разочек да так при этом мы сейчас сделаем что мы добавим чуть-чуть я не хочу сказать да то есть сделаем не такой острый угол чуть более тупой да вот с тем чтобы придать клинку еще чуть-чуть вращение относительно центра тяжести да вот под этим углом да и тогда его просто выдергивает из руки да вот если мы делаем вот под таким примерно углом да вот то его начинает разворачивать вокруг центра тяжести да разворачивать вокруг центра тяжести бьет клинком по пальцам да вот и соответственно да то же самое счастье почти получается да вот мы сейчас бы так сказать под достаточно острым углом вот в эту сторону делаем вот то есть мы сейчас работаем вот под острым углом да и вот под этим углом делаем и попало по пальцу да как отрабатывать вот принципы это сворачивание из руки возьми сейчас в кулак это противоиздействие я понимаю оппонент держит в кулаке необходимо нанести удар сейчас просто держи под тем углом под которым только что показывали так чтобы клинок обязательно проходил под рукой то есть куда траектория удара должна быть плоской это так это нарабатывается будет показано в отдельном фильме посвященном постановки удара то есть по траектории удара должна быть плоской клинок обязательно должен пройти под рукой и он не должен уходить назад к себе то есть удар наносится него так вот а вперед тогда все получается держи так вот да подержи подержи щетку горизонтально вот после того как это движение освоено если вы видите что оппонент держит руку руку ногтями вверх то при воздействии вот таком вот плоском вы у него клинок легко выбить и наоборот если держит руку ногтями вниз то же самое легко выбить и на при этом следует отметить что вы так сказать обработка может идти как вот воздействием вот этим вот так вот этим вот да и клинок может вылетать как мимо так и отправлять его четко в ногу оппоненту как это можно сделать одним легким кистевым движением сейчас показываем сейчас я фиксирую руху четко ногтями вверх видно да так и на нашу подожди даже сейчас не наноси укол ты просто даже держишь вот идет как бы атака повторяю то есть ногтями вниз да и то есть это достигается возьми в руку это достигается за счет того что клинок от про воздействие на клинок идет под четким углом то есть не сюда там не туда четко вот туда вот он выворачивается либо если ногтями вверх то четко вот туда потому что если он даже пойдет вот сюда вот вот да то да то здесь он стекисти может хватить а он должен пройти именно вот в этом вот тут направлении так про вибрацию ведь нам сейчас нужно четко совершенно показать как бы так сказать это то что называется вибрации да значит чем ближе к центру тяжести будет воздействие тем будет интереснее да но даже заметьте мягким до движения до мягким предметом мы добиваемся того чтобы здесь вибрация была когда же мы это делаем жестким предметом и плюс к этому еще добавляем не только щелчок один да но и раз-два вот этот вот это получается что видно да то есть вот на этом вот вот движение она очень любит значит для того чтобы нам длиться совсем смешного эффекта мы делаем вот такую вот фигню то есть вибрация вибрационное воздействие на кисть приводит к тому что клинок из кисти норовит выйти но при этом два слова причем чем мягче я держу тем выше вероятность что клинок вылетит чем жестче я держу чем сильнее будет отдаваться мне в кисть и далее в локоть отчего рука про уже не сможет плотно держать вот а значит и соответственно именно по этому поводу да когда мы видим что оппонент держит клинок вот не четко там ногтями вверх ногтями вниз а вот вот таким вот образом да вот именно в этот момент нас оптимальным является вибрационное воздействие да причем если мы это вибрационное воздействие еще сделаем вот таким вот круговым движением да то у нас отдача прилетит именно вплоть до того что самый локоть а клинок в это время в колено да ну это если повезет а если не повезет то не в колено да еще разочек да и вот это вот вот воздействие да ну теперь собственно идем в обезоруживание да и то есть здесь в данном ситуации да мы комбинируем два воздействия пункт 1 да мы уводим клинок с линии атаки это во первых а во вторых мы в процессе вот этой вот вот закруточки да еще устраиваем вот съезжание под острым углом как бы так сказать к центру тяжести в результате у нас получается что в меня пошло движение еще разочек и когда и вот это начинает сделать до необходим плотный контакт да естественно с их родины случае я начинаю уходить да то есть тут именно плотный контакт дается обеспечен достаточно плотный контакт то есть ты пошел крышки пошло да естественно шерфы в том случае если до контакта без бы не просто плотный, а плотный контакт обеспечивается именно съезжанием, как бы, так сказать, вот туда вот к гарды, да, то есть, вот, нельзя ни в коем случае забывать еще одну смешную вещь, да, что именно рапира, да, из-за того, что она гибкая, да, вот, позволяет сделать, как бы, так сказать, не разовое воздействие, да, вот, а воздействие двойное, то есть, когда первое воздействие на клинок идет, вот, в момент удара, клинок изгибается, да, мы продолжаем нести клинок вперед, и он вот на этом вот изгибе, обратном, да, дает второй толчок, да, то есть, еще раз, вот оно пошло, собственно говоря, вот он, вот он, этот дивный эффект, да, и часто приходит в ногу, да, и это то, что, да, совершенно справедливо можно направить буквально в ногу оппонента, чтобы он сам себе это дело... Так, и... Так, и... Подробнее работа безоружной рукой будет разбираться в фильме, посвященном непосредственно рапире и фильме, посвященном уклонениям.